Антимонопольная служба России в конце марта объявила, что усилит контроль за ценами самых необходимых продуктов. Но по всей стране до сегодняшнего дня зафиксировали только их рост на 5-20%. Об этом стали сообщать сами покупатели. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, связал увеличение цен с недобросовестной работой торговых сетей. Не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь, там просто в 20 раз цена взлетела. Но вот этот беспредел необходимо остановить. Потому что для кого война, для кого мать родна. Омский предприниматель Виктор Шкуренко опровергает доводы властей. Есть такое, я бы сказал, предубеждение ошибочное у людей, у населения, может быть, и у руководителей Единой России, там, для правительства даже, о том, что именно торговля занимается спекуляцией и в момент кризиса увеличивается ее на цену. Это абсолютная неправда. Если, по крайней мере, я говорю, что это сетевую торговлю, закупный бизнес. Если вы видите повышение цен на полки и магазинов сетевых, то это однозначно в заслужии того, что производители увеличили опускную цену для нас. Напомним, что 23 марта ведомости писали, что сети супермаркетов сообщили о росте оптовых цен. Важно учитывать, по словам бизнесмена, о какой регулировке цен идет речь. Если фиксировать наценку, то все крупные сети привыкли работать с ее низким показателем – от 0 до 10%. Ну а если зафиксируют цену полностью? Виктор Васильевич напомнил, что продукты бывают разного качества в разных упаковках. А значит, у них на выходе и разная цена. Придется составлять списки, где необходимо указать продукты с фиксированной ценой. То есть там столько много деталей, что можно, вот, практически просто запутается, составляя список исключений, либо составляя список того, что должно в обязательном порядке попасть в этот список. Это будет целая дискуссия. И пока они будут это обсуждать, кризис закончится. И опять же, повторюсь, все на круге. Если будет какая-то фиксация жесткая, и при этом будет спрос очень высоких, к примеру, массок, то высокая степень вероятности, что продукты исчезнут с полок. И исчезнут с полок не потому, что его даже не будет, а потому, что никто не захочет ссориться. В магазинах будут предлагать только те товары, которые не входят в этот список. Пока курс доллара не стабилизируется, не снизится стоимость продукта, сказал предприниматель. А при сложившейся ситуации принимать меры нет смысла, а цены уже поднялись. Они отчасти запоздало это, во-первых. Во-вторых, все равно придется отменять, когда все восстановится. То есть они будут иметь только краткосрочный период. Потому что мы живем в рыночной экономике. И уверен, что Государственная дума тут же отменит эти мероприятия, как только все споркоится на рынке. Сейчас правительство готовит второй пакет с мерами поддержки населения во время пандемии. Войдут ли туда поправки о фиксации цен после одобрения премьер-министром, неизвестно. Никита Иванов, Антенна-7.